Здравствуйте! Вас приветствует Институт строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня у нас в гостях врач высшей категории, врач-инфекционист Скачко Оксана Николаевна. Здравствуйте! Сегодня мы хотели бы поговорить об инфекционных заболеваниях, грипп и коронавирус. Что же такое коронавирус? Коронавирус – это вирус, который относится к семейству ННК, содержащих вирусов. Я думаю, наши студенты знают, что вирус – это неклеточный организм, который состоит из цепочки РНК и белковой оболочки. Да, свое название коронавирус получил благодаря своему строению. Антигены, находящиеся на поверхности, по своему виду напоминают корону. Ага, значит, антигены пристраиваются на оболочку таким образом, что под микроскопом мы наблюдаем вид короны. Скажите, пожалуйста, каковы же симптомы заболевания? Как определить, что вы действительно заболели коронавирусом? Вирус воздействует на организм в разной степени. Может протекать бессимптомно, в виде острой респираторной инфекции, в виде острого бронхита и в виде пневмонии. Наиболее часто встречающиеся симптомы – это повышение температуры, кашель, утомляемость и потеря обоняния и вкуса. Вот это интересно. Я считаю, что когда человек болен и у него насморк, то действительно вкус и обоняние теряются. Как же узнать, действительно ли это коронавирус? Но дело в том, что если при других респираторно-вирусных инфекциях это все менее выражено и быстротечно, то при коронавирусной инфекции это более стойкое выраженное изменение вкуса или полное отсутствие обоняния и вкуса. Можно привести такой пример. Когда больному коронавирусной инфекцией поднести флакончик с нашатырем, нашатырным спиртом, то у него уже потекут слезы, но запаха он не почувствует. То есть даже не реагирует организм на такие резкие запахи. Но а какие еще могут быть симптомы? Может быть боль в горле, головная боль, боль в суставах, может быть диарея, сыпь или покраснение глаз. Как долго протекает вирусная инфекция и как понять, что ты заболел? Или может на первом этапе вообще непонятно, заболел ты или еще нет? Но сначала происходит инкубационный период. Человек даже еще не подозревает, что он болен, но вирус уже распространяется по организму. Инкубационный период длится от 5 до 14 дней. Затем наступает разгар клинических проявлений вирусной инфекции. Сама вирусная инфекция может протекать от недели до 3. Оксана Николаевна, поделитесь, пожалуйста, сведениями, как же проводить профилактические мероприятия? Да, лучше провести профилактику коронавирусной инфекции, чем заболеть. Здесь несколько обязательных правил. Первое – это, естественно, ношение маски. Второе – это обработка антисептиком рук после посещения людных мест. Также обработка антисептиком предметов быта, поверхностей, в квартире, в местах, которые посещают люди. Естественно, это соблюдение дистанции. Вот это интересно. На каком же расстоянии должен находиться человек, чтобы не заразить другого человека, или чтобы не подхватить инфекцию? Не менее одного метра. Почему одного метра? Дело в том, что капельки слизи, которые выделяются из носа и носоглотки, при разговоре распространяются до одного метра. А если, не дай бог, кто-то чихнул или кашлянул, то даже может быть до четырех метров. Теперь нам нужно знать, как же правильно чихать и кашлять. Конечно, нужно ношение маски. Ну, если вдруг нету под рукой маски, тогда носовой платок. Но если уже нету носового платка, тогда нужно чихнуть или кашлянуть в изгиб локтя руки. Теперь мы все должны запомнить, что именно так мы можем защитить свое здоровье или здоровье окружающих. Как правильно носить маску? И какое время ее нужно носить? И какую маску покупать? Маски покупать нужно в аптечной сети. Потому что маски, купленные в аптечной сети, уже пропитаны антисептическим раствором. И они сконструированы так, что они очень плотно прилегают к лицу. И маска должна закрывать и нос, и рот обязательно. А то многие носят, только закрывая рот. А все равно процесс дыхания осуществляется через нос, и все вирусы и бактерии попадают в носовую полость, и потом в гортань, и в общем-то вирус распространяется в организме. Понятно. Но все эти меры, которые были перечислены, не столь эффективны. Скажите, пожалуйста, какой же еще самый эффективный способ существует, чтобы сохранить свое здоровье? Ну, естественно, это вакцинация. Создание коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции. Я уже сделала третью прививку, то есть прошла ревакцинацию. И я уверена, что даже если я заболею, все равно болезнь будет протекать в более легкой форме. Да, действительно, люди, которые вакцинируются, они даже если и болеют коронавирусной инфекцией, это происходит в более легкой форме и без осложнений. Это мы можем видеть на примере нас, докторов, которые постоянно контактируют с коронавирусной инфекцией, лечат пациентов. Еще хочется добавить, что самое главное, если вы почувствовали признаки острых респираторных инфекций, то нужно не заниматься самолечением, а обязательно обратиться к врачу. На этом наша встреча заканчивается, и мы желаем вам всем крепкого здоровья! Продолжение следует...